Сегодня мы с вами научимся готовить варенье из арбузных корочек. Зачем пробадать нашему труду? Мы купили, принесли этот арбуз, съедил внутренность, а корочки выбрасывают? Нет уж. Есть конечно мнение, что арбузовые корочки готовят только из толстой кожуры. Но это не имеет никакого значения. Просто ваши корочки будут тоненькие, прозрачные. Ну такие же вкусные, хрустящие и приятные на вкус. Ну что, приступим. Очищаем розовую часть. Я заранее конечно начистила и нарезала корочки, а вам хочу показать пару кусочков. Берем острый ножик и счищаем, срезаем зеленую твердую часть, чтобы ее совсем не оставалось. После этого мы аккуратненько собираем их в одно место и потом будем потихонечку их резать. Резать можете ножичком любой формы или же формочками для печенья, сердечками, цветочками, медвежатами, звездочками, как только вам нравится. Кстати, потом вот эти же кусочки варенья вы можете украсить какой-нибудь пирог или десерт или торт. Это тоже в пользу, как говорится, хозяйки. Вот так нарезаем аккуратненько, если не хотите заморачиваться. Дальше мы взвесим их. Мы должны знать точный вес, потому что мы будем добавлять сахар один к одному. То есть, если у нас один килограмм этих корочек, то у нас будет один килограмм сахарного песка и один целый лимон. Мы его нарезаем на дольки и кладём в сироп. Вот таким образом мы всё нарезаем. Потом берём чайную соду. На 1 литр воды 2-3 столовых ложки с горкой чайной соды. Обязательно растворяем в холодной воде. Перед погружением обязательно взвешиваем наши корочки. Не забудьте. Сода полностью растворилась. Старайтесь, чтобы не оставалось комочков. А то ваши корочки, некоторые будут твёрдые, некоторые будут мягкие. Для того, чтобы они были одинаковые, обязательно надо, чтобы не оставалось соды на дне. Вот, предварительно взвесив, запоминаем, сколько же у нас корочек. Если вы хотите, чтобы не забыли, запишите где-нибудь. Насыпаем в раствор. Перемешаем и оставим на 2-4, а 2-4 часов. Для того, чтобы они стали крепенькими. Они чуть-чуть набухнут, станут крепкие. После этого мы обязательно промоем их под проточной водой 2-3 раза. Если хорошо не промыть, то останется привкус соды. И это вам совсем не нужно. Всё. Теперь мы оставляем его отдохнуть. Убираем всё. Варенье готовится так же, как все остальные. Варенье уже готово. Перекладывайте в баночки. Обязательно напишите свои баночки, чтобы вы не забыли. Может быть, у вас варенье останется, и вы его будете кушать через год. Чтобы через год вы знали, какого года это было приготовлено. Видите, вот какое оно у нас прозрачное, красивое. Приятного вам аппетита! Подписывайтесь, лайкайте, если понравилось. Подписывайтесь, лайкай.